Здравствуйте, ребята! Я предлагаю продолжить наше путешествие по организму человека. Тема нашего урока – регуляция процессов жизнедеятельности. Сегодня на уроке мы узнаем, как осуществляется регуляция процессов жизнедеятельности, познакомимся с железами внутренней секреции и их функциями, поговорим о работе эндокринной системы и ее нарушениях. Эволюция живой природы продолжалась много миллионов лет, пока на Земле не появился человек, приспособленный к жизни в разных условиях обитания. Даже при серьезных изменениях окружающей среды механизмы приспособления не дают химическим и физиологическим свойствам организма существенно измениться. Предположение о существовании в организме человека механизмов такой регуляции впервые высказал ученый-физиолог Клод Бернар в XIX веке. Для обеспечения постоянства внутренней среды организма необходима координация всех происходящих в нем жизненных процессов. Эта координация достигается согласованной деятельностью регулирующих систем нервной и гуморальной. Регуляция процессов жизнедеятельности, которая обеспечивается нервной и гуморальной системами, называется нервно-гуморальной. В процессе эволюции произошло разделение функций отделов нервной системы. Соматический отдел стал регулировать работу скелетных мышц, а вегетативный – деятельность внутренних органов. Но и тот, и другой отделы нервной системы осуществляют деятельность по принципу рефлекса. Регуляция процессов жизнедеятельности нервной системы на основе рефлекса называется рефлекторной. Любой рефлекс в живом организме протекает с участием трех видов нейронов. Чувствительный нейрон, как правило, находится в нервном узле. Он воспринимает раздражение с помощью рецепторов и передает его в мозг. Ставочные нейроны находятся в отделах мозга, и оттуда информация передается исполнительным нейронам. После обработки информации изменяется работа органа. Эта реакция называется рефлексом, то есть ответной реакцией организма на раздражение рецепторов с участием центральной нервной системы. Все быстрые реакции, например, сокращение скелетных мышц, обеспечиваются нервным путем. Скорость проведения нервного импульса в чувствительных нейронах достигает 120 метров в секунду. Время передачи сигнала по нерву к мышце измеряется долями секунды. В жизни человека рефлексы проявляются не изолированно друг от друга, а объединяются в сложные рефлекторные системы, обеспечивающие жизнедеятельность организма. Биологическое значение рефлексов велико для регуляции работы органов и сохранения его постоянства и целостности. Нервная регуляция осуществляется с помощью электрических импульсов, идущих по нервным клеткам. Второй вид регуляции – гуморальная регуляция, которая осуществляется с помощью биологически активных веществ – гормонов. Гормоны вырабатываются железами внутренней секреции и действуют на органы и ткани. Железы внутренней секреции или эндокринные железы не имеют выводных протоков. Продукты своей жизнедеятельности – гормоны – они выделяют во внутреннюю среду организма, кровь, лимфу или тканевую жидкость. В то время как железы внешней секреции – потовые, слюные, сальные, желудочные – выделяют продукты своей жизнедеятельности во внешнюю среду или полости организма. Поступая в кровь гормон, разносится по всему организму и осуществляет гуморальную регуляцию функций органов и тканей, изменяя их деятельность, возбуждая или тормозя их работу. К важнейшим железам внутренней секреции относятся щитовидная, паращитовидная железы, вилочковая, надпочечники и гипофиз. В организме есть также железы смешанной секреции, которые вырабатывают несколько продуктов жизнедеятельности. Часть из них поступает в кровь, а часть по протокам выходит в полость внутренних органов. К этому типу желез относятся поджелудочные и половые железы. Продукт жизнедеятельности желез внутренней секреции – гормон. Термин гормон с греческого «возбуждаю-побуждаю» был введен в практику Бейлисом и Старлингом. В январе 1902 года они провели опыт, который убедительно доказал участие гуморального фактора в регуляции секреторной деятельности поджелудочной железы. По мнению Бейлиса и Старлинга, гормон – это любое вещество, в норме, продуцируемое клетками какой-либо части организма и переносимое кровью к отдельным частям, на которые оно действует. В настоящее время гормоны определяют как высокоактивные вещества, образующиеся в железах внутренней секреции, поступающие в кровь и оказывающие регулирующее влияние на функции удаленных от места их секреции органов и систем организма. По химическому строению гормоны делятся на гормоны, производные аминокислот, белковые и полипептидные гормоны, стероидные гормоны, по физиологическому действию на пусковые и исполнители. К пусковым гормонам, активаторам деятельности других эндокринных желез, относятся нейрогормоны гипоталамуса и тропные гормоны гипофиза. Гормоны исполнители оказывают непосредственное действие на функции организма. Гормоны отличаются строгой специфичностью действия, реакции органов тканей и клеток на них строго избирательны. Гормоны действуют даже в ничтожно малых количествах, но они быстро разрушаются и поэтому должны по мере надобности синтезироваться железами и поступать в кровь. Рассмотрев регуляцию процессов жизнедеятельности я предлагаю перейти ко второму вопросу и познакомиться с железами внутренней секреции и узнать о функциях, которые они выполняют. Итак, щитовидная железа – самая большая железа из желез внутренней секреции. Ее масса от 16 до 23 грамм. Она расположена по обе стороны атрахеи чуть ниже щитовидного хряща гортани. Гормоны щитовидной железы – тироксин и триотиранин содержат йод. Его поступление с водой и пищей является необходимым условием нормального функционирования железы. Гормоны щитовидной железы регулируют обмен веществ, усиливают окислительные процессы в клетках и расщеплении гликогена в печени, влияют на рост, развитие и дифференцирование тканей, а также на деятельность нервной системы. Надпочечники – парные железы, прилегающие к верхним полюсам почек. Как и почки, надпочечники имеют два слоя – наружный, корковый и внутренний мозговой, являющиеся самостоятельным и секреторными органами. Они вырабатывают разные гормоны с различным характером действия. Клетки коркового слоя синтезируют кортизол и кортикостерон, которые регулируют минеральный, углеводный, белковый и жировой обмен. Так, при их участии регулируется уровень натрия и калия в крови, поддерживается определенная концентрация глюкозы, увеличивается образование и отложение гликогена в печени и мышцах. Последние две функции надпочечники выполняют совместно с гормонами поджелудочной железы. Мозговой слой надпочечников вырабатывает адреналин и норадреналин, которые выделяются при сильных эмоциях, гневе, испуге, боли, опасности. Поступление этих гормонов в кровь вызывает учащенное сердцебиение, сужение кровеносных сосудов, повышение артериального давления, усиление расщепления гликогена в клетках печени и мышцах до глюкозы, угнетение перистальтики кишечника, расслабление мускулатуры бронхов, повышение возбудимости рецепторов сетчатки слухового и вестибулярного аппарата. В результате функции организма перестраиваются, происходит мобилизация сил для перенесения стрессовых ситуаций. Поджелудочная железа относится к железам смешанной секреции. Она имеет особые островковые клетки, которые вырабатывают инсулин и глюкогон, регулирующие углеводный обмен в организме. Так инсулин увеличивает потребление глюкозы клетками, способствует превращению глюкозы в гликоген, уменьшая таким образом количество сахара в крови. Благодаря действию инсулина содержание глюкозы в крови поддерживается на постоянном уровне, благоприятном для протекания процессов жизнедеятельности. Другой гормон поджелудочной железы, глюкогон, является антагонистом инсулина, оказывает противоположное действие, то есть усиливает расщепление гликогена до глюкозы, повышая ее содержание в крови. Половые железы семенники или яички у мужчин и яичники у женщин относятся к железам смешанной секреции. Семенники вырабатывают гормоны, а андрогены, а яичники эстрогены. Они стимулируют развитие органов размножения, созревание половых клеток и формирование вторичных половых признаков, то есть особенности строения скелета, развития мускулатуры, распределения волосяного покрова и подкожного жира. Строение гортани, тембра голоса у мужчин и женщин. Важнейшей железой эндокринной системы человека является гипофиз или нижний придаток мозга. Весом всего 0,5 грамм. Он расположен в основании головного мозга, так называемом турецком седле. Гипофиз производит гормоны, стимулирующие функции других эндокринных желез. В гипофизе выделяют два основных отдела. Переднюю долю аденогипофиз и заднюю нейрогипофиз. Каждая из них вырабатывает определенные гормоны. Так в передней доле гипофиза вырабатываются гормоны, стимулирующие синтез и секрецию гормонов щитовидной железы. Тиреотропин, надпочечников, адренокортикотропин, половых желез, гонадотропин, а также гормон роста, соматотропин. В задней доле гипофиза синтезируются вазопресин и окситоцин. Вазопресин или антидиуретический гормон регулирует водный обмен и тонус сосудов. Окситоцин повышает тонус гладкой мускулатуры матки, регулирует родовой акт и выделение молока грудными железами. Гипофиз расположен прямо под гипоталамусом и соединен с ним воронкой и ножкой. Гипоталамус это часть мозга, обладающая свойствами нервной и эндокринной систем. В гипоталамус поступает обширный поток информации от органов чувств и внутренних органов. В состав нейросекреторных ядер гипоталамуса входят так называемые крупноклеточные и мелкоклеточные ядра. Первые выделяют окситоцин и вазопресин, которые по нервным стволам транспортируются в заднюю долю гипофиза, накапливаются там и по мере надобности используются. Иные функции выполняют мелкоклеточные ядра гипоталамуса. Они способны вырабатывать так называемые релизинг-факторы, разрешающие факторы. Релизинг-факторы по венозной системе достигают гипофиза и регулируют выделение гормонов последнего. Все железы внутренней секреции взаимосвязаны. Горбоны, вырабатываемые одними железами, оказывают влияние на деятельность других желез. Это обеспечивает единую систему координации, которая осуществляется по принципу обратной связи. Снижение уровня периферического гормона в крови ведет к повышению секреции соответствующего тропного гормона, а увеличение уровня периферического гормона вызывает торможение секреции тропного гормона. Правильная работа эндокринной системы имеет большое значение для организма. Если эндокринные железы производят нужное количество гормонов, то в организме все сбалансировано. Он здоров. Если в работе железы наступает сбой, нарушается и работа подконтрольного ее гормоном органа. Любые отклонения от нормы, как избыток, так и недостаток выработки гормона ведут к возникновению заболеваний. Рассмотрим некоторые из них. Гипофиз руководит активностью желез внутренней секреции, поэтому нарушения, возникающие в его работе, наиболее опасны для здоровья. Также генетическое заболевание, связанное со слабой работой гипофиза, гипофизарная карликовость, когда рост мужчин не превышает 130 сантиметров, а женщин 120 сантиметров. У больных сохраняются пропорции тела, свойственные детям, когда длина туловища преобладает над длиной конечностью. Однако внешний вид совершенно иной. Морщинистая кожа, желтоватая и дряблая, образует складки, как у стариков. Такие люди очень инфантильны, отличаются высоким и детским голосом. Если же выработка гормона усилена, то развивается гипофизарный гигантизм. Заболевание, характеризующееся чрезмерным ростом скелета и других органов и тканей. В книгу рекордов Гиннеса внесена информация о человеке ростом 272 сантиметра. Такие люди в начале заболевания сильны физически, но позднее физическая сила сменяется слабостью, так как при быстром увеличении роста сердца не справляется с гигантским организмом. Другие органы увеличиваются пропорционально росту, и их функция, как правило, не нарушена. Однако люди, страдающие данными заболеваниями, имеют ограниченные умственные способности. Гигантизм развивается только в тех случаях, когда патологический рост наступает в молодом возрасте. Если же нарушается работа гипофиза во взрослом организме, то развивается акромегалия. Заболевание характеризуется диспропорциональным ростом скелета, мягких тканей и внутренних органов, а также рядом обменных нарушений. У больных кисти руки и стопы больших размеров. Увеличен размер носа и ушей. Отмечается увеличение внутренних органов. Так, вес сердца может достигать 1200 грамм, при норме 450 грамм. При прогрессировании акромегалии на фоне нарушения обмена веществ возникают дистрофические изменения в миокарде, и человек может умереть от сердечной недостаточности. Нормальный рост и развитие физическое и психическое здоровье человека невозможно без правильного функционирования щитовидной железы. Отмечено, что в 75-80% случаев после травмы щитовидной железы развивается базедова болезнь или зуб. Ее характерным признаком является увеличение щитовидной железы. У больных наблюдается повышение основного обмена и похудание, несмотря на хороший аппетит и достаточный прием пищи. Больные жалуются на слабость, раздражительность, неустойчивое настроение, беспокойство, частый необоснованный плач, бессонницу, повышенную потливость, дрожание рук, чувство давления, боль и двоение в глазах, ощущение неловкости в области шеи, постоянные сердцебиения. При тяжелом течении заболевания развивается сердечная недостаточность, нарушаются функции печени, поражается нервная система. При недостаточной секреции гормонов щитовидной железы развивается гипотериоз. Данное заболевание характеризуется снижением всех обменных процессов в организме. Люди с гипотериозом физически и умственно отсталые, медлительны в движениях, у них наблюдается замедленная речь и мышление, отмечается сонливость. Отек голосовых связок приводит к появлению низкого хриплого голоса. Отечность языка вызывает его увеличение, речь становится невнятной. Если нехватка гормонов щитовидной железы является врожденной или возникает в раннем детском возрасте из-за нехватки йода, то наблюдается задержка роста и умственного развития, кретинизм. Такие больные маленького роста, с короткими конечностями, большой головой. У них заторможенное развитие и слабоумие. Раннее распознавание и лечение позволяет предотвратить необратимые умственные и физические нарушения. Одним из самых распространенных заболеваний эндокринной системы является сахарный диабет. Это заболевание обусловлено нехваткой инсулина в организме и нарушением всех видов обмена веществ, в первую очередь углеводного. Глюкоза не проникает в ткани, а ее уровень в плазме крови сильно возрастает. Основные жалобы больных с сахарным диабетом – сухоть в полости рта, повышенная жажда, повышенный аппетит. Отмечается нарушение жирового обмена, ожирение и повышение содержания холестерина в крови. Так как глюкоза – источник энергии для мозга, то при ее нехватке мозгу недостает питание, что приводит к потере сознания, судорогам. Также возможно возникновение гипогликемической комы при большой физической нагрузке или длительном голодании больного. В последние годы из-за неправильного питания возраст больных с сахарным диабетом помолодел. Хочется отметить, что для правильной работы щитовидной железы важно, чтобы в организм поступало строго определенное количество йода. Йод в почве распределен неравномерно. Больше всего его рядом с морским побережьем, меньше в горах и на равнинах, где йод, как и многие другие микроэлементы, смывается дождевой водой. В районах, где элементов в почве мало, недостаточно его и в растениях. В результате люди, живущие в этих областях, получают с пищей гораздо меньше йода, чем это нужно для нормальной работы щитовидной железы. Поэтому необходимо увеличивать поступление йода в организм, включать в рацион морепродукты и принимать препараты, содержащие йод. Лечение заболеваний эндокринной системы проводится только под присмотром лечащего врача. Если заболевания вызваны недостаточной активностью желез, то прописывают гормонозаместительную терапию. Если железы, наоборот, слишком активны, то проводят удаление патологических тканей. Необходимо бережно относиться к своему здоровью, так как в противном случае может возникнуть существенный гормональный дисбаланс и нарушится деятельность не только эндокринной системы, но и всего организма в целом. Ребята, берегите свое здоровье. В завершении нашего урока предлагаю вспомнить основные вопросы, которые мы рассмотрели на уроке. Итак, регуляция процессов жизнедеятельности осуществляется с помощью нервной и гуморальной системы. Железами внутренней секреции являются щитовидная железа, паращитовидная железа, вилочковая железа, надпочечники и гипофиз. Работа эндокринной системы совместно с нервной системой обеспечивает идеальную работу процессов жизнедеятельности. Ребята, обратите внимание на информационные ресурсы, которые были использованы для подготовки к уроку. До новых встреч! До свидания!